В столице России, Москве, 20 часов 5 минут, как обычно, по четвергам. В это время на частоте 99,6 на частотах радио Финам-ФМ программы «Искусство возможного» в студии Роман Бабаян. Добрый вечер. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Украине, в которой утвердила возможность лишения Украины права голоса на сессии в случае насилия против Евромайдана. Резолюция набрала 114 голосов «за», «против» проголосовали 34 человека и 12 человек воздержались. Проходила сессия ПАСЭФ в Страсбурге и вся эта резолюция состоит из 13 пунктов. При этом все абсолютные эксперты в один голос говорят о том, что тональность этого документа крайне жесткая. Советы Европы обеспокоены ситуацией на Украине, насилием с обеих сторон конфликта и предостерегают, что в случае продолжения насилия украинскую делегацию могут лишить права голоса на следующей сессии. Объектом критики стала не только украинская, но и догадайтесь, господа, это я обращаюсь к нашим гостям, которых представлю чуть позже, кто еще попал под критику, но и российская власть. Документ напоминает, что уличные протесты спровоцировало решение правительства отказаться от подписания соглашения об ассоциации с ЕС, принятое под жестким давлением и угрозами Российской Федерации. В течение этих дебатов, которые разворачивались на этой сессии, докладчики, я их сейчас тоже назову, это Малес Репс и Марьетта Депурбе-Лунбин, призвали к решительным шагам, отметив, что на Украине насилие вышло на беспрецедентный уровень. И ПАСЭ рекомендовала в итоге Комитету министров Совета Европы рассмотреть усиленную и специфическую процедуру мониторинга в отношении Украины. При обсуждении представители России, Греции и Сербии раскритиковали проект этой резолюции, указав на несбалансированность и однобокость этого документа. Российская реакция уже известна, причем она случилась уже прямо там же, сразу в Страсбурге. Леонид Слуцкий, замруководитель нашей делегации, заявил, что предложение перевести мониторинг по Украине в Комитет министров на санах дел Совета Европы создает опасный прецедент. Далее, комментируя резолюцию о давлении на Киев со стороны России, Слуцкий заявил следующее, что это абсолютная глупость. И по его мнению, это попытка перенести вину за происходящее на Украине с Запада на Россию. Вот такие вот у нас интересные события, разворачивающиеся вокруг Украины на международной арене. Тем временем, в самом Киеве уже несколько дней, я даже сбил со счета, сколько дней продолжаются беспорядки, массовые беспорядки. Они охватили помимо Киева и целый ряд других украинских городов. В результате столкновения с милицией пострадали сотни человек, есть жертвы. Бескровно решить этот кризис уже не получилось. Погибли люди. Цифры разные, но тем не менее. И вот я предлагаю вам сейчас поговорить на тему, пытаться понять, объяснить нашим слушателям, кто виноват в том, что вот эти все призывы к евроинтеграции сменились в итоге требованием смены власти к массовым беспорядкам, привели к массовым беспорядкам. И что можно сделать, это, по-моему, главный вопрос, чтобы политический раскол на Украине не привел к расколу государства. Теперь я хочу представить наших гостей. Это Павел Светенков и Сергей Михеев, оба политологи. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Также я сразу же назову телефон, по которому можно позвонить в нашу студию и задать любой вопрос мне или нашим гостям. И еще мы вот с нашими гостями решили запустить смс-голосование. Вопрос мы сформулировали так общими усилиями следующим образом. Как вы думаете, возможно ли, или же даже не так, невозможно ли, а приведут ли события, которые сейчас разворачиваются на Украине, к гражданской войне и впоследствии к распаду украинского государства? Если да, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что таких угроз перед украинской государственностью на сегодняшний день нет, то пришлите букву Б на тот же самый короткий номер 5533. Ну, Сергей, наверное, начну с вас. Как вы думаете, как дальше будет развиваться ситуация и что это за решения такие принимают у нас наши западные партнеры? Ну, а что касается западных партнеров, то с ними как раз все понятно. Все маски сброшены, все, так сказать, намерения обозначены до предела ясно. Если раньше, так сказать, были какие-то танцы такие ритуальные, то сейчас совершенно очевидно, что это, так сказать, жесткий раунд геополитической борьбы, цена которого действительно вытеснение любого влияния России с Украины. С перспективой? Что дальше? Ну, вытеснили нас. С перспективой втягивания Украины в военно-политический союз с Западом. Может быть, даже и НАТО. Не в ближайшей перспективе, но в конечной перспективе, скорее всего, НАТО с использованием Украины с целью давления на Россию. Все-таки давление на Россию. Я в этом абсолютно уверен. И все остальное, это, в общем-таки, прикрытие для этого процесса. Несомненно, есть большое количество людей, и в том числе и политиков в Европе, которые считают, искренне считают, что идет борьба за ценности, за демократию, за свободу. В определенной степени действительно идет борьба за ценности. Вопрос только оценки этих ценностей. Но в итоге, в корне, все равно это большой геополитический процесс, большая геополитическая игра, целью которой является не столько Украина, сколько Россия. И вот теперь Запад понимает, что, так сказать, вот эта борьба, как ему кажется, входит в решающую фазу. И, в общем, будучи раздражен, что, на самом деле, она пошла не совсем по их планам, после вот срыва подписания, да, он, в общем, решает, что пора сбрасывать все маски и давить всеми, так сказать, имеющимися средствами. И вот они решили взорвать ситуацию на Украине, да? Ну, они решили, так сказать, применить все то, что они могут применить, включая санкции, потому что они знают больные места, по которым можно бить, и включая, так сказать, больные места украинской элиты, которая действительно имеет массу счетов на Западе. Американцы не зря говорят о блокировании счетов, которые действительно имеют на Западе бизнес-интересы. И, в том числе, поэтому они такие рыхлые, нерешительные и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и многие другие вещи. То есть Запад давит вовсю, так сказать, мочь, какую только может давить. Ну, или, по крайней мере, демонстрирует абсолютную решимость к такому давлению. Плюс, несомненно, если говорить о геополитике, я думаю, что здесь играет роль и то, что на некоторых других фронтах, да, как бы, как они их себе рассматривают, скажем, там, вопросы Сирии, Ирана, нахождение в России Сноудена, у Запада есть проблемы, которые их раздражают. И эти проблемы, в том числе, тоже касаются России. Вот давайте на Украине это дело добьем, тем более, что американский поляк Бжезинский много лет убеждает западную элиту, в первую очередь, американцев, что Украину обязательно надо втянуть в сферу своего влияния, и это станет решающим фактором в борьбе с Россией. Он, я лично с ним не до конца согласен, да, для нас это важный вопрос, но я предлагаю не делать из этого катастрофы, да, вот все, что происходит для России. То есть даже если Россию оторвут, вырвут из зоны геополитических интересов российского государства, в принципе, для нас ничего страшного нет, мы переживем. Не то, чтобы ничего страшного, но то, что переживем, это точно. Я просто не стал бы вот такой степень катастрофичности, которую нам западные партнеры подбрасывают, тоже принимать, потому что ни Россия никуда не денется, ни Украина не взлетит. Географически вы имеете в виду? Да, это да, никуда не денется. Но, Сергей, но секундочку, тогда почему, если мы не видим в этом никакой катастрофы, почему мы все время говорили о том, что, слушайте, ну ни один наш проект по созданию евразийского пространства, таможенного союза, неэффективен без участия Украины? Это важно, очень важно, но не катастрофично. А вот Бзбигнев-Бжезинский сумел убедить, так сказать, западную элиту, что это просто вот жизненно решающий фактор. Удар в сердце. Да, это важный фактор, несомненно. Там можно сейчас массу этих, как бы, аспектов этого, так сказать, обсуждать, но вот я бы не стал поддерживать вот эти, знаете, настроения катастрофы, что вот бумажку там подпишут какую-то, так сказать, да, и все. И это конец, это навсегда, это больше безвозвратно. Украина настолько внутренне переполнена разными проблемами, это первое, и второе, так сказать, настолько она, настолько, так сказать, так или иначе, все равно, как бы, вписана и в сферу нашего влияния, что какой-то, вот какой-то, знаете, так, как будто сейчас есть, а завтра раз, свет и выключили. Вот такого не произойдет, что не означает, что не означает, что не надо, как бы, за этот вопрос бороться. Просто я думаю, что не стоит, не стоит, вот прям вот все это переводить, вот такое, знаете, вот, и или так, или так. Слушайте, в нашей истории были еще и более драматичные сюжеты. Я согласен, но смотрите, вот сразу навскидку, пока вы говорили, да, вот свет выключили там и так далее, я представил себе, что можно сделать максимально быстро в том случае, если власть на Украине меняется, и меняется на прозападную, да, на антироссийскую, смотрите, что можно сделать моментально. То есть, можем потребовать сразу же, вот мы, новая украинская власть, требуем вывода российского черноморского флота с территории Украины, раз. Дальше. Или же увеличиваем в разы, там, я не знаю, аренду, да, что будет означать ровно то же самое. Второе. Можем дать добро на размещение американских каких-нибудь авиационных баз на территории Украины сразу же, моментально. Два. В-третьих, ну, соответственно, вступаем в НАТО. Вот вам, пожалуйста, это шаги сразу же, вот, которые не требуют долгой проработки, большого промежутка времени, и это сразу стоит под удар именно Россию. Ну, это стоит под удар Россию, но если вот говорить о том, о тех шагах, которые вы называли, несомненно, это будет означать и для Украины, в общем, знаете, попадание в еще более сложное положение, потому что языком ультиматумов, несомненно, Украина такие вопросы решать не сможет. Нет у нее для этого ни ресурсов, ни возможностей. Хорошо. И очень коротко, как вы можете охарактеризовать действия украинских властей? Ну, смотрите, беспорядки в Киеве продолжаются уже, там, третий месяц, да? Второй, третий? Второй. Хорошо. Второй месяц в Киеве продолжаются беспорядки. Захватывают здания администрации по всей Украине. Нападают, там, на сотрудников внутренних дел. Какие-то странные люди ведут себя как хозяева в украинской столице. Вместе с этим, что делают украинские власти? Они не пресекают все эти беспорядки. Они отыгрывают назад по поводу этих законов, которые они приняли для того, чтобы вроде бы как навести порядок. Они отыгрывают назад. Они отправляют в отставку премьера Азарова. Что это такое? Ну, очень кратко. Первое. Абсолютная несостоятельность украинской правящей политической элиты. Причем и с одной, и с другой стороны. И это следствие просто несостоятельности проекта как такового украинского. К нему есть масса вопросов. И второе. Вся политика на Украине и раньше сейчас сводится к бесконечному интриганству. И бесконечной перепродаже купли, перепродаже и прочее. Павел, теперь вы скажите, как вы считаете, кто виноват в том, что происходит сейчас на Украине? Ну, виноватых искать трудно. Если говорить о российской стороне, то, конечно, большая проблема в том, что Россия не занималась Украиной. Что после прихода к власти Виктора Януковича, неизвестно почему, было решено, что на Украине к власти пришел, если не дружественный, то, во всяком случае, ну, неплохо относящийся к России режим. И, собственно говоря, ситуацию упустили. И сейчас то, что делает Владимир Путин с вот этим вот скоропостижным кредитом Украине, это попытка очень быстро изменить положение дел, складывающиеся сильно не в нашу пользу. Интересно. Я спрошу их, кто виноват, и Павел тут же начал говорить о том, что... Ну, а как, абстрактно, кто виноват? Не-не-не. Я думаю, может быть, вы сейчас скажете нам что-нибудь про западные страны, может быть, вы что-нибудь скажете нам про украинские какие-нибудь власти, оппозицию, а вы сразу про Россию интересно. Ну, разумно, находясь в России, будучи гражданами России, все-таки думать в первую очередь о интересах нашей страны. Что касается общей ситуации, то да, это серьезное противостояние вокруг Украины, потому что Украина слишком большой. Приз геополитический. Еще Александр Исаевич Солженицын в своей статье «Как нам обустроить Россию» писал, что нужно создавать союз трех славянских, условно так говорим, государств постсоветского пространства, то есть Россия, Украина и Белоруссия, которые могли бы составить, во-первых, ядро очень серьезное для объединения постсоветского пространства, потому что это примерно сейчас 200 миллионов человек. Во-вторых, если мы посмотрим, уже сравнивая с нынешней ситуацией в Европе, это была бы такая, условно говоря, вторая Европа, Европа-2, потому что Европейский союз включает в себя государство с населением где-то 500 миллионов человек, а ядро Евросоюза, ну, то есть Франция, Германия, Италия, Испания и так далее, примерно 300 миллионов человек. То есть, если бы удалось создать вот этот вот союз трех, может быть, с привлечением, допустим, Казахстана, о чем и Солженицын упоминает, но, правда, осторожно, то тогда бы появился, в общем-то, достаточно серьезный игрок, в том числе игрок и, скажем так, не только региональный, но и, грубо говоря, на всем континенте, условно Евразии. А без Украины мы не игроки. Понимаете, Украина вторая по численности населения страна постсоветского пространства, 45 миллионов человек. Украина является достаточно сильной все-таки экономикой, несмотря на то, что она находится в упадке. И главное, это вторая по численности населения славянская держава. Украинцы очень близки русским исторически, допустим, до революции, до февральской украинцы вообще рассматривались как часть русского народа, то есть считалось, что есть русский народ и три его ветви, великороссы, малороссы, белорусы. Так вот, получается что? Что если Украина откалывается, Россия оказывается в изоляции. Россия скатывается, изолируется в направлении Центральной Азии. И это очень хорошо можно видеть, если посмотреть, допустим, книгу фактов ЦРУ. Это большой справочник, которую делают ЦРУшники. Он открыто есть в интернете. Там Украину, например, относят к Восточной Европе или просто к Европе. Зато Россию всю относят к Центральной Азии. Да, это, грубо говоря, желание, как они хотели бы поделить мир. И, естественно, поэтому битва за Украину, она, в общем-то, очень важна и для России, и очень важна для Запада. И я тут немножко не согласен с уважаемым... Но если мы ее проиграем, вот, кстати, да, вы про Сергея. Если мы проиграем, это будет катастрофой для нас или нет? Ну, понимаете, что значит катастрофа? Для нас это будет очень тяжелая ситуация. Почему? Потому что понятно, что вот эта вот условная ассоциация с ЕС, зона свободной торговли, это только первый этап. Существует постановление Совета НАТО, в соответствии с которым для Украины и Грузии двери в НАТО открыты. Никаких дат в этом постановлении не названо, но это постановление есть. Оно пока положено под сукно после Российско-Грузинской войны 2008 года, но оно существует. И понятно, что если они следующим ходом затянут Украину в НАТО, а это вполне возможно, ну, то есть они скажут, вступайте в НАТО, и это ключ к вступлению в Европейский Союз потом, например, они могут так сказать. Ну, то есть вступайте в статусе Турции. Вот Турция член НАТО, но при этом не член Европейского Союза, но ведет длительные переговоры. Неудачный пример с Турцией, да, сколько лет они пытаются вступить? Ну, тем не менее, и Украина, все-таки у нее больше аргументов, потому что Украина христианская страна, понимаете, Украина славянская страна, ее будет лоббировать изнутри Европейского Союза Польша, потому что она будет считать, что тем самым ее вес внутри Европейского Союза увеличится и так далее. То есть у украинцев в данном случае больше шансов претендовать на некое родство. Ну, не факт. А у Турции вторая по численности армия в НАТО, и при этом турки шутят сейчас, что вступят в Европейский Союз после Китая. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим наш разговор. Еще раз добрый вечер. Это радио Финам-ФМ, частота 99,6. Программа «Искусство возможного» в студии Роман Баян и с нашими гостями, политологами Сергеем Михеевым и Павлом Светенковым. Мы говорим сегодня о ситуации на Украине, пытаемся понять, к чему она может привести. Если власти, наверное, все-таки оппозиция не сядут за стол переговоров, как я себе представляю, и не договорятся наконец. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию и задать любой вопрос мне или нашим гостям 651099,6, код города Москвы 495. А также у нас запущено СМС-голосование. Вопрос мы сформулировали следующим образом. Как вы думаете, могут ли события на Украине привести в итоге к гражданской войне и к распаду украинского государства? Если да, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что этого не будет, то, соответственно, букву Б на тот же самый короткий номер 5533. У нас есть звонки, но я хочу, Павел, чтобы вы закончили свою мысль, и после этого сразу будем слушать. Смотрите, если Украину затягивают в НАТО, то, естественно, возникает ситуация, когда НАТОвские танки могут находиться, условно говоря, в Донецке. Дальше мы, скорее всего, теряем Черное море, потому что сейчас все-таки наш Черноморский флот может базироваться в Севастополе. И это хоть что-то. Если нас оттуда убирают, то куда нам перебазироваться? То есть можно, конечно, перебазироваться в условной Сочи, но понятно совершенно, что это будет только часть Черноморского побережья, а значит, будут потеряны практически все завоевания эпохи Екатерина II. Мы уже в свое время пытались каким-то образом куда-то перебросить на Черноморский флот, вы помните, да, и Сочи рассматривали, и Новороссийск рассматривали, и так далее. И поняли, что лучше все-таки пойти на вот эти вот договорные отношения с Украиной и платить аренду, но сохраниться в Севастополе. Понятное дело, потому что одно дело, когда мы хотя бы северное побережье Черного моря контролируем за счет того, что у нас есть база в Севастополе, у нас есть собственный выход к Черному морю. Другое дело, когда мы это теряем, и ведь мы не просто это теряем, это значит, что в Севастополе появится база американского флота, и вполне возможно, что даже и турецкого. Во всяком случае, до падения Крымского хана турецкий флот вполне себе действовал на Черном море. Прекрасную перспективу вы нам просто нарисовали еще. И то есть, понимаете, это совсем не шутки. А для украинцев вступление в НАТО будет обосновываться, что вот смотрите, потом вступите в ЕС. И я бы тут не стал делать ставку на внутриукраинские противоречия и какие-то кризисные процессы, которые идут на Украине, потому что практика показывает, что если Западу нужно, если ему нужна какая-то страна, он может достаточно быстро навести там свои порядки. Но вспомните Грузию времен Шаварнадзе. Это было такое полностью развалившееся государство, криминальное. Многие эксперты писали, что Шаварнадзе даже Тбилиси не контролирует и так далее. Привели к власти Саакашвили, достаточно очевидно, что при большой поддержке американцев, потому что он Саакашвили учился в Америке и, в общем, получил там очень хорошее образование. И что? И за какой-то, в общем-то, достаточно короткий исторический срок они Грузию, конечно, не сделали, Швейцарией, да? Но они, в общем-то, многие вещи наладили. Наладили до такой степени, что Саакашвили обнаглел и пошел на военное столкновение с Россией. Главное, что они сделали, скажем так, то есть они вывели Грузию из зоны наших интересов, по крайней мере, сделали максимум для этого. Ну, во всяком случае, официально сейчас Грузия даже не член СНГ. И застолбили ее за собой. Сейчас Грузия даже не член СНГ, а Саакашвили ушел со своего поста. Были разговоры о том, что Грузия вернется в СНГ, пока этого не слышно. А с Грузией проблемы у нас. То есть Грузия у нас считается дальним зарубежьем сейчас, как это не смешно. Да, с Грузией у нас проблемы, да. Плюс, если Украина становится нам враждебной, то в какой-то момент нам могут организовать и войну по российско-грузинскому сценарию. Я понял, вот такой вот сценарий. Хорошо, слушай. То есть это не катастрофа, но это ситуация тяжелая. Ну, да, это не катастрофа, понятно, но лучше избегать, да, вот таких вот последствий. Понятно все, да. Слушаем, у нас есть звонки. Андрей, добрый вечер. Алло, добрый вечер, господа. Мне не очень понятно, почему вы все время рассматриваете такой вот сценарий. Почему вы не рассматриваете сценарий, например, когда Украина воссоединится с Россией? Отлично, сейчас рассмотрим. Самый оптимальный сценарий, да, и этот сценарий вполне возможен. Потому что, ну, вот общаясь с людьми с Украины по роду своей деятельности, да, есть только несколько областей Прикарпатия, Черноцы, Иван-Франковск. Даже если мы говорим про Закарпатия, да, эти люди, они хотят жить в России, они хотят быть вместе с Россией, да, не говоря уж о Донецке, Харькове, там, Луганске и так далее, Крым. Ну, почему мы говорим об этом? Почему мы не говорим о том, что в Киеве живет этнических русских больше половины, 20% евреев, да, а украинцев этнических там на процентов 20-25? Почему мы об этом не говорим, а говорим о каком-то сезонском, совершенно нашей политике, там, и так далее? Ну, все понятно, мы сейчас поговорим, сейчас у нас еще звонки, да, еще один звонок мы примем, а потом поговорим именно вот на эту тему. Действительно, почему мы все время говорим о том, что мы каким-то образом, там, я не знаю, чуть ли не воевать завтра можем, начать друг с другом, но при этом не говорим, почему мы не можем объединиться. Владимир, мы вас слушаем, добрый вечер. Добрый день. Вы знаете, я вот послушал записи, вот сейчас выступление одного из наших, ну, он говорит, политиков. Ну, в частности, Жириновского. Да, да. И вот он будет в 21.00 повтор. Но не в этом дело. И вы знаете, много умных вещей он сказал, в таком плане, я вот лично думаю, что вот эти области, которые насильно были присоединены, их там 5 или 6, они отойдут исторически, они не наши, ну, я имею в виду, не Украины. То есть вот эти 5, которые при Гитлере поделили, они все равно отойдут. Это так же, как с Германией, она все равно объединится. А вот все остальное и Крым, я думаю, что здесь вот Владимир Вольф вправ, они четко будут нашими губерниями. Ну, понятно, да, спасибо. Итак, Сергей, действительно, почему, вот что такое, почему мы даже не рассматриваем гипотетически такую возможность? Не, ну, а кто мы? Мы здесь в студии или мы, это Россия? Ну, в том числе, ну, в том числе и мы здесь в студии, в глобальном это Россия, да. Проблема в том, что существуют ли для этого предпосылки? Ну, да, они как бы теоретически существуют, можно даже сказать, объективно существуют. Вопрос только в том, что само оно не случится. Что для этого нужно? А усилий к этому никто не прикладывает. Вот здесь Павел говорил о том, что Запад, если ему нужно, он сделает то-то и то-то. Это правда. А вот другая сторона, правда, неприятная для нас, что мы не делаем ничего подобного. Павел об этом сказал. Да, а мы ничего подобного не делаем. 20 с лишним лет ничего не делали. Ну, во-первых, первые там лет 10-15 мы просто слушали, да, так сказать, то, что нам говорил Запад. Ну, первые 10 лет вообще 100%. А они говорили, как раз, не лезьте в это постсоветское пространство, потому что мы уже приняли вас в мировое сообщество, так сказать, государств. И вам это не нужно, и давайте забудем эти имперские комплексы. Сейчас эта ситуация меняется, но, по сути, мы все равно не готовы к реализации, ну, вернее, мы готовы, но не хватает, так сказать, вот такой решимости политической воли на реализацию внешнеполитических проектов. У кого? У нас. У кого не хватает политической воли? У нас с вами? В студии? Ну, у нас, мы с вами не эти, не субъекты политического процесса, поэтому, как бы, мы здесь чего угодно. То есть вы говорите про руководство государства? Я говорю, да. Про руководство России. Мы все еще, здесь есть два фактора. Первое, мы пытаемся соблюдать правила игры, пытаемся все еще, так сказать, сказать этому так называемому цивилизованному миру. Мы тоже цивилизованы, и мы хотим играть по правилам. А этот цивилизованный мир, он вообще никогда по правилам не играл. Он только создал, так сказать, ширму цивилизованности. И второе, мы в плену вот этих вот масс, этих, так сказать, условностей и рамок, которые сами себе в значительной степени понаставили в 90-е годы, и которые вокруг нас расставил Запад. Что вот сюда, значит, нельзя, сюда нельзя, вот так делать нельзя. Вот мы с чего начали. Почти истерическая резолюция ПАСЕ. А почему? Потому что мы посмели что-то там такое сделать, что они расценили как давление, хотя на самом деле мы пока еще вообще ничего не сделали. Я вообще удивляюсь. Мы просто дали деньги на поле. О давлении? Почему говорят о давлении? Когда на самом деле, ведь они же начали говорить о давлении ровно в тот самый момент, когда мы попытались ужесточить таможенный контроль на границе с Украиной. Слушайте, у них была истерика. Защищая собственные экономические интересы. Тут же давление. Вы вспомните речи Путина в Мюнхене, он там ничего особенного не сказал, а у них уже была истерика. Они привыкли, им очень нравится та роль, которую Россия заняла после распада Советского Союза. Большая неуклюжая страна, которая интересов своих, так сказать, не имеет и делать ничего не будет. Как они говорили, полумертвый слой, который хлопает ушами. Помните? Их это, в принципе, очень устраивает. А когда мы пытаемся, так сказать, что-то двигать, как-то хотя бы небольшие движения делаем, у них уже истерическая реакция. Мы, в том числе, как бы, да, этого периодически пугаемся. То есть, к вопросу, возможно ли это? Да. Есть ли для этого предпосылки объективные? Да. Вопрос в том, что само по себе это никогда не случится. Что можем сделать прямо сейчас? Не, ну подождите, мы будем обсуждать с вами сценарий раскола Украины, прямо сейчас. Нет, мы не обсуждаем сценарий раскола Украины. Мы говорим о том, о чем говорил наш слушатель. Мы обсуждаем сценарий воссоединения России с Украиной. Что можем сделать прямо сейчас? Один из вариантов воссоединения все-таки был предложен России. Это таможенный союз. Таможенный союз. Один из вариантов на экономической основе для того, чтобы избежать обвинений в политической, так сказать, реставрации империи. Но это тоже вызвало совершенно неадекватную реакцию на Западе, и мы в итоге ничего сделать не смогли. Что касается, так сказать, дальнейшего. В любом случае, я считаю, что мы должны, так сказать, первое, поддерживать все-таки те силы на Украине, которые действительно до сих пор являются пророссийскими, потому что мы их никогда не поддерживали. Мы делегировали весь потенциально пророссийский электорат господину Януковичу и его партии регионов, которые на самом деле до наших интересов как до лампочки. Да, он человек с Востока. Да, ментально он ближе к нам. Но его интересы и интересы его команды настолько уже завязаны на Запад, что, конечно, он в нашу игру играть никогда не собирался. А мы отдали ему вот этих всех наших людей. У них нет другого политического представительства. А мы что, дурачки? Мы уже однажды наступили на эти грабли, когда у нас был представитель Востока, восточных областей, президентом Украины. Мы его тогда тоже поддержали, я имею в виду господина Кучму. И потом ровно там через пару месяцев мы поняли, что у Кучмы собственные интересы. И мы делаем ровно тоже с Армасией Януковичем. Роман, вы спрашиваете меня, мы дурачки? Мы как минимум не сильно умные с 91-го года. Это точно совершенно. Потому что ничего бы этого не было, если бы тогда ситуация пернулась немножко по-другому. Давайте скажем честно, как все это происходило. Господин Ельцин имел возможности, на самом деле, воспрепятствовать процессу вот этого развала. Имел возможности. И мне люди рассказывали, знающие, что к нему даже старовой того, на что там эта демократка из демократок приходила, когда был вопрос о Декларации независимости Украины, говорил, что ты делаешь, Борис? Что ты делаешь? Посмотри, ты подумай, чем это закончится. Он сказал, это ерунда, главное Горбачева сейчас свалить. Поэтому, когда вы спрашиваете, не дурачки ли мы, я не знаю, что ответить. Да, слушаем еще наших слушателей, потом, Павел, дам слово вам. Алексей, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Хотел высказать свое точное мнение по вопросу. Значит, мне кажется, что никакие политические вот эти вот буря в Киеве ни к чему не приведут, по сути. Ни к чему? Что вы имеете в виду? Гражданской войне не приведут? Я продолжу. Да, да, да. Мои четкие убеждения в том, что такого рода Майдан должен был стояться в Москве. Поскольку я не принимаю в зачет никакие политические силы на Украине. Абсолютно. Все идет отсюда. Вы знаете, к чему я клоню? Государство в своем лице, вот именно российское, оно занимается сейчас уничтожением, самоуничтожением самого себя. Не только Украина. Народ разобщен. Разобщен весь Северный Кавказ. Никогда такого не было. Естественно, были какие-то радикальные движения всегда. Всегда были несогласны. Сейчас русского, вот скажем так, русского ненавидит весь мир. Это достижение политики нашего государства. Да ладно, он прям ненавидит. Как кто нас ненавидит? Конечно, пафосно, но тем не менее это так. Понятно, Алексей, понятно. И Майдан должен быть здесь. Да, слава богу, что его здесь нет. Я, например, категорически против, чтобы такое безобразие творилось в моем городе. Категорически. Мне кажется, что радиослушатель немножечко преувеличивает. Что же касается нашей политики, почему она такая. Все очень просто. Мы от Советского Союза унаследовали очень плохой принцип. Принцип, назовем его так, ставки на личности, персоналистский принцип. То есть советский дипломат или разведчик, он там условно шел в баню с местным каким-то политиком, пил с ним водку. Ну, просто брали какой-то исторический персонаж и через него пытались проталкивать собственные интересы. Проблема заключается в том, что эта стратегия, она уже устарела. И Запад делает ставку не на личность какую-то, вот взять своего человека и двигать его, а делает ставку на институты. Что это означает? Вот сейчас они, грубо говоря, на Украине продвигают ситуацию, когда, допустим, власть президента будет ограничена, значит, полномочия правительства резко расширены. Допустим, они продвинут оппозиционное правительство к власти и будут выборы. Что это будет означать? Они стремятся создать ситуацию, когда Украина будет прозападной вне зависимости от того, кто будет стоять во главе страны. То есть они почему так навязывают это соглашение-то? Потому что подписав это соглашение, Украина подпишется под тем, что определенные директивы Европейской комиссии станут для нее обязательными. Обязательными к исполнению. Да, и, соответственно, уже должность президента, она потеряет свое значение. То есть мы же не знаем, как сейчас зовут президента условной Словении. Хорошо, Павел скажет. Или Чехии. Понимаете, не знаю в том смысле, что его нет, а в том смысле, что неважно, кто занимает это. Неважно, да. То есть японские императоры такие получаются у нас. Скажите мне, на кого нужно делать ставку, если не делать ставку на какого-то человека, который стоит во главе государства? Ну, проблема в том, что мы вот в рамках этой политики делали ставку на Януковича со времен Оранжевой революции. И когда Янукович все-таки пришел к власти, то есть он продемонстрировал, что он достаточно устойчивый политик, несмотря на Оранжевую революцию, несмотря на то, что ему не дали прийти к власти в 2004 году, он пришел к ней в 2010. Все-таки выясняется, что ставка на личность не работает, потому что Янукович не стал пророссийским политиком. Он у власти уже находится 4 года. И, в общем-то, он, конечно, сделал некоторые жесты в адрес России. Я понял, на кого должны мы делать ставку для того, чтобы добиться собственных интересов? Я считаю, что мы должны делать ставку прежде всего на жителей Юго-Востока Украины. То есть на людей. Да, на людей. Не на личность, а именно на народ. Проблема заключается в том, что все попытки в предшествующие 20 лет создавать пророссийские организации, они закончились крахом, потому что пророссийские организации на Украине, они очень маленькие, большей частью, не хочу никого обидеть, жульнические и настроены только на то, чтобы брать с Москвы небольшие грантики и на них эти грантики жить. Естественно, эта ситуация ненормальная. То есть должна быть политическая сила, которая бы всерьез ориентировалась на сотрудничество с Россией. То есть нужно организовать партию на Украине. Ну, условно говоря, партию, может быть не в буквальном смысле партию, не в юридическом, но партию в смысле как сообщество людей, выступающих за союз с Россией. И найти огромное число, ну или достаточно большое число честных людей, ни жуликов, которые не будут заинтересованы только в получении российских денег, а именно будут делать то, что нужно нам, но за идею. Ну, не обязательно то, что нужно нам, а что нужно нам, в смысле и нам, и украинцам, как некому союзу. А это возможно? Конечно, возможно. Возможно, Сергей? Не в том смысле, что они должны быть нашими шпионами и на нас работать. Это неправильный подход. Понятно. Вот. Например, есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, которая находится в единстве с Русской Православной Церковью. Она, конечно, не имеет политического влияния большого, потому что вообще религия не имеет большого влияния на Украине. Но, тем не менее, она, в общем, по самой своей идее, да, все-таки пока что настроена на, ну, пусть очень такой ограниченный, но союз с Москвой. То есть мы должны действовать через батюшек? Не обязательно через батюшек. Я говорю, что есть эти силы, теоретически, но они спят, они не используются, к ним не обращаются. Я не утверждаю, что там митрополит Владимир Сабадан должен быть нашим лоббистом. Это глупо. Он там занимает свою позицию и так далее. Я говорю, что есть огромное поле, непаханное, для того, чтобы... Есть огромное количество людей, которые могли бы выступать за союз с Россией. Но сейчас таких людей почти нет. Перед первым майданом декабрьским проводился, извините, опрос общественного мнения. И, согласно опросу, там более 50% были за соглашение с ЕС и только 10% с копейками процентов за таможенный союз. Это значит, что мы уже сейчас проиграли битву за украинское общественное мнение. Ну, я не знаю, это все зависит от того, кто проводил эти опросы. Ну, естественно, естественно. Потому что у меня есть другие данные. Там 55 за одно и 45 за другое. А это практически пополам. Мы сейчас прервемся, вернемся в эту студию через несколько минут. И начнем опять со звонков. У нас Татьяна уже давно ждет. А потом, Сергей, дам слово вам. Это радио Финам ФМ. Частота 99,6. В эфире «Искусство возможного» в студии Роман Бубаян и с нашими гостями, политологами Павлом Светенковым и Сергеем Михеевым. Мы говорим сегодня о ситуации на Украине. Телефон, по которому вы можете позвонить в нашу студию и задать любой вопрос мне или нашим гостям. 65 10 99,6. Код города Москвы 495. А также у нас идет смс-голосование. Вопрос мы сформулировали следующим образом. Как вы думаете, может ли ситуация, которые сейчас, ну, события, которые разворачиваются сейчас на Украине, привести к гражданской войне и в итоге, в конечном, к развалу украинского государства? Если да, то пришлите букву А на короткий номер 5533. Если вы считаете, что этот сценарий невозможен, то, соответственно, букву Б на тот же самый короткий номер. У нас есть звонки. Татьяна. Татьяна, добрый вечер. Я не понимаю, как можно доверять человеку Януковича, который дважды судим, уголовник. Он человек, который сформировался в среде, где подстава и кидала непременные условия любых достижений. Примучий человек называет Чехова гениальным украинским поэтом. И не надо нас пугать НАТО. Мы живем прекрасно с Латвией, с Литвой и Эстонией. И Россия просто нагло лезет в украинские дела. Спасибо за внимание. Ну, подождите, Татьяна, мы с вами поговорить хотим. Ну, честно, можно я практику? Россия нагло лезет в украинские дела. Это здесь я не очень согласен, конечно, с Татьяной. Что касается господина Януковича, сейчас, друзья. Вот смотрите, я получил буквально на днях письмо из Киева. Мне пишет просто обычный человек, он пенсионер. Пенсионер, он физик, кандидат наук, защищался в институте Бонч-Бруевича в Петербурге. Значит, он пишет следующее. Роман, я очень уважаю вашу передачу. Ну, речь идет, правда, о праву голоса. Ну, это не важно. Смысл в другом. Смотрел сегодня ваши дебаты по поводу Украины. Никто из ваших спикеров так и не понял причину украинского кризиса. Могу сказать одно, что это не евроинтеграция. Мы очень хорошо понимаем, что ни мы им не нужны, ни они нам не нужны. А причина конфликта в следующем, пишет он. Это беспредел клики Януковича. Перечисляет факты. За три года правления семья Янукович увеличила свои активы в 70 раз. Банк сына Януковича и министра внутренних дел Захарченко заняли два первых места по прибыльности в прошлом году. В четыре раза увеличилась квартплата. Милиция, судебная система, прокуратура полностью коррумпированы. 75 миллиардов долларов выведены в офшоры. Донецкая область в прошлом году получила субвенции 6 миллиардов евро, а в бюджет дала 2 миллиарда евро. В скобках это к вопросу о том, кто кого кормит на Украине. Избирательный округ господина Клюева в 2014 году получит из бюджета в 30 раз больше, чем вся Львовская область. А и вот он пишет. Я физик, доктор технических наук. У меня пенсия 140 долларов. За квартиру плачу 90. И последняя буквально фраза в этом письме. Роман, Россию мы любим. И не надо в этом сомневаться. Вы понимаете, какая история? История понятная. Просто мы не можем здесь в рамках одной программы все эти вещи раскрыть. А о том, что наша ставка на Януковича это проблема, мы об этом уже сказали совершенно очевидно и откровенно. Действительно это так. Просто Янукович в тот момент был наименьшим злом. Как вообще появился Янукович? Его нам подсуропил господин Кучма, который, так сказать, и сам тоже вел двойную и тройную игру, и который, между прочим, и сделал возможным цветную революцию 2004 года. Никого другого, так сказать, в тот момент, по крайней мере, не было. И наша ошибка несомненно в том, что мы договаривались с этим человеком, так сказать, по неким стратегическим интересам, не понимая простой вещи, что вся политика на Украине на самом деле является чередой краткосрочных договоренностей по деньгам. И больше ничем. То есть только вопрос денег интересует людей. А там, где интересует вопрос денег, всегда найдется тот, кто даст больше. То есть такая политика не может быть долгосрочной и прочее, прочее. То есть да, это несомненно наша проблема. Но, к сожалению, это просто следствие, в первую очередь, 90-х годов, когда вообще этими вещами не занимались. Когда попытались заниматься хоть как-то, да, вот появился Янукович, потому что больше никто не был подготовлен к тому моменту. Это действительно так. И то, что как бы Янукович, между прочим, со своей командой дискредитирует Россию на Украине, это тоже так. Потому что, на самом деле, делегировав ему как бы наше доверие, мы сделали так, что люди стали ассоциировать Россию с Януковичем. Как нашего ставленника, и, соответственно, да. То есть Янукович в своей деятельности, он, несомненно, дискредитирует и образ России. У меня вопрос, Сергей. Почему тогда сейчас именно господин Янукович приезжает в Москву, и после этого мы говорим о том, что мы выделяем кредит в 15 миллиардов? Понимаете, это не так просто. А не можем ли мы сделать заявление какое-нибудь, дистанцироваться как-то публично от господина Януковича? Послушайте, мы не делали таких заявлений, что мы любим Януковича, так сказать, в гланды, да. Вот такого, так сказать, заявления не было. Мы просто по факту общаемся с действующим президентом, все-таки легитимно избранным там. Это можно обсуждать, да. А с кем мы должны общаться? С лидерами Майдана? Но это не наши люди, общение с ними ни к чему не приведет, на самом деле. Это надо понять. То есть это просто сложная ситуация. Наш президент же, он специально это подчеркнул, вот эту фразу произнес он абсолютно специально, что эти деньги это помощь украинскому народу, а не какому-то там правительству или власти. И вовсе мы не собираемся бесконечно продлевать, так сказать, власть Януковича. Это на самом деле не входит в наши интересы. И, кстати говоря, скандал вокруг цен на газовые контракты, который был еще несколько лет назад, совершенно четко это показал. Мы не собираемся вот в любом случае поддерживать Януковича во что бы то ни стало. Здесь эти вещи, и наши, так сказать, слушатели, может быть, на Украине, если кто-то слушает, должны тоже эти вещи прекрасно понимать. А что касается, вот вы перед этим перерывом задавали вопрос, а что же, так сказать, эти люди, которых мы должны найти, они должны, так сказать, работать на наши интересы? Нет. Они на свои интересы должны работать. Почему? Объясняю. Потому что, на самом деле, подписание соглашения с Евросоюзом, и вот движение в этом направлении, действительно обрушит всю экономику Юго-Востока. Действительно обрушит. И эти люди, они просто лишатся работы, большинство из них. В лучшем случае они поднимутся и поедут на заработки в Европе, а в худшем пойдут по миру вместе со своими детьми. То есть они на себя должны работать. Это первое. Второе. В той концепции, так сказать, западенской, которая усиленно продвигается на Украине, и которая поддерживает оппозицию, так или иначе, эти люди, население Юго-Востока, фактически недочеловеки. Они быдло, не понимающие собственного счастья. Они недоукраинцы, потому что они, так сказать, не хотят быть справжними украинцами, так сказать, настоящими украинцами. И их место, так сказать, это люди второго сорта. Поэтому они на себя должны работать, а не на нас. И третье, так сказать, они должны еще одну вещь понимать, что и так уже сплясали на истории, на костях их дедов, которые воевали и победили в этой войне. А им сейчас мстят те, кто проиграл в той войне, кто был на стороне проигравших. Они мстят этим людям за своих, так сказать, дедов, которые в свое время, так сказать, выбрали гитлеровскую форму. Они мстят им и будут мстить дальше. И поэтому они всегда будут для них людьми второго сорта. Поэтому они на себя должны работать, а не на нас. А наша ошибка, ну или проблема в том, что мы в весе всех этих людей делегировали, отдали вот этой партии регионов. Она сама-то по себе, может быть, так сказать, и могла бы быть эффективным инструментом. Но люди, которые определяют вектор ее движения, на самом деле, занимаются совсем другими делами. Они занимаются деньгами, в первую очередь. И деньги их, в том числе, находятся на Западе. Этим объясняется их как бы нерешительность. Этим объясняется их как бы слабость. Посмотрим, к чему все это приведет. Вот эта вот ориентация исключительно только на деньги. Подождем, увидим. У нас еще звонки. Алексей, слушаем вас. Алло. Да, добрый вечер. Ага, добрый вечер. Меня Алексей зовут. Да, да, да. Замечательное письмо. Вы просто зачитали после последнего звонка. Да. В этом письме все ответы на вопросы, почему Украина не хочет двигаться в Таможенный Союз, а хочет в Европу двигаться. Ну, замените там название Украина на Россию и увеличьте вот эти вот цифры, которые там были зачитаны в разы просто. Некоторые в куб, в квадрат можно возвести смело. Зачем? Вот обычный человек украинец, все время какие-то интересы Западной, интересы России, интересы там олигархов. Обычный совершенно человек работает в конторе какой-то рога и копыта. И вот выбирает, вот он живет Россия, Россия ставится вопрос присоединиться к Европе или, допустим, к Таджикистану, у которого много-много нефти, у которого там замечательно несменяемый президент. Вот. Ну и сделайте выбор, кому вы захотите присоединиться. Ну, я в Таджикистану не хочу, честно говоря, а мы туда идем. Алексей, то есть... Вернее, мы там живем уже. То есть Россия, это что-то похожее на Таджикистан, да? То есть хотя бы для сравнения, да? Только у нас наркотики заводят, а они сами их производят. Нет, да, да. Значит, смотрите, вы говорите, сейчас секунду, Сергей, вы говорите про обычных людей. Я вот звонил своим друзьям, знакомым в Киев, да? Значит, смотрите, что говорят. Скажем так, пропорция такая, да? И с 10 человек 6 поддерживают, значит, тех, которые стоят на площади независимости, 4 против. Что говорят люди? Они все понимают, что такое, кто такой Янукович. Прекрасно понимают. Именно это и является главной причиной. Прекрасно понимают, что этот протест людей, которые пришли на площадь независимости, пытаются оседлать вот эти вот самые ребята с красно-черными флагами там украинской повстанческой армии, да? Это тоже все понимают. Но при этом люди говорят, что неужели для того, чтобы сместить одного господина Януковича там с его командой, нужно утопить всю страну. Вот очень многие, они просто категорически против. Они считают, что вот именно так, как сейчас действует так называемая оппозиция, действовать нельзя. Вот что вам говорят обычные люди. Еще один звонок, Павел, секунду. Владимир, да, слушаем вас. Алло, добрый вечер. Да. Здравствуйте. Конечно, печально смотреть на всю создавшуюся ситуацию. И в том плане, что последние 15 лет практически нашей внешней политики не было на Украине. Ну, кто представлял наше посольство? Виктор Степанович Черномырдин, технический человек. Потом Зурабов, который пенсионную реформу, знаете, как провел. Вот. И в настоящее время является нашим, как он, чрезвычайно полномочным представителем на Украине. То есть никаких особых, ну, таких движений в сторону соединения, воссоединения, каких-то коллективных проектов. Никто последние 15 лет вообще не проявлял их. Ничего. В-третьих, конечно, то, что в 91-м году распался СССР, это трагический, я считаю, момент. И надежда была, что за 20 лет каждый сам по себе народ постепенно осознает эту трагедию и будет стремиться к соединению. А получилось все наоборот. Деньги победили. Вот. В каждой из республик. И поэтому получилось. У них свои олигархи. У нас свои олигархи. В Белоруссии мы тоже не знаем, там, есть ли олигархи, нет ли, как будет дальнейший наш Союз Белоруссии. И вот эту вот печальную историю, вернее, эту историю, вот, просто печально наблюдать. Почему? Потому что вроде бы такие государства солидные, с тысячелетней историей, а довели сами себя вот до такого состояния. Теперь следующее. На кого опираться? Я вот посмотрел несколько передач последних. Вот очень уверенно себя ведет администрация республики Крым. Неуверенно или уверенно? Уверен. Уверен. Так. Да, вот уверенно. И показывают всем остальным гражданам, товарищи. Давайте объединяться. В конце концов, хватит уже рассусоливать и надеяться на какого-то там вновь испеченного человека и тому подобное. То есть надо жить сегодняшним днем, а не то, что будет через год. Ну вот я... И призываю, создавайте объединения межрегиональные. Да. Будем решать наши внутренние вопросы ближайших областей. Вот. Вот надо как... А нам, соответственно, надо тоже как-то налаживать отношения с этими организациями. Потом есть, в конце концов, культурные обмены. Почему у нас, например, мы хорошо знаем историю Крыма. Собственно говоря, это... Ну, я не... Как говорится, его никто не завоевывал. Он во времена Потемкина просто дипломатическими путями присоединился к Российской империи. И сумел это сделать. И сейчас мы за все последние 20 с лишним лет, ну, никаких культурных обменов. Ну, вообще, на нулевом. Люди там проявляют инициативу к нам в Россию. А мы вроде бы смотрим, как это, со стороны. Ну, ладно, хотите, кому не хотите. Да, спасибо. Но надо быть более активным нашим внешним министерством. Спасибо вам за ваше мнение, да. Спасибо, позиция ясна. Действительно, вот смотрите, репортажи, да, из Симферополя. Люди стоят с российскими флагами, с георгиевскими лентами для того, чтобы не пустить так называемых вот этих захватчиков административных зданий, да. То же самое, то же самое я вижу в Одессе. То же самое я видел в Харькове. И в интернете это, и по телевизионным каналам. Стоят с российскими флагами. То есть, в принципе, даже вот при том, при всем при том, что мы не вели там никакую активную работу, это все равно наши люди. Нет, это так, на самом деле. Кстати, многие вопросы могли бы быть решены через изменение госустройства, превращение, скажем, Украины в федерацию, а еще лучше там в конфедерацию. Тогда, может быть, и внутренние проблемы многие у них были бы решены. Вот. Но пока, так сказать, этого нету. И действительно, усилий в этом направлении предпринимаются недостаточно. В том числе, почему? Потому что вот ставка на Януковича, она тормозила и эти усилия. Как же мы будем это делать? А господин Янукович из своей партии регионов воспримет это как, так сказать... Боялись обидеть. Подкоп под него. Боялись обидеть человека. В том числе, я бы хотел буквально пару слов. А вот, Сергей, да, сейчас скажите обязательно просто такой вопрос, Павел, и вам тоже. А мы вообще, я имею в виду Россию, мы, боюсь произносить слово заинтересованные, нас вообще устраивает такой вариант, что восточные территории, юго-восток Украины, они гипотетически могут присоединиться к России, а Запад, собственно, уйдет там, я не знаю, к Европе. Вот это нам нужно? Ну, строго говоря, есть такой старый исторический анекдот, когда Сталин и Черчилль вели переговоры, и Сталин требовал, чтобы Львов вошел в состав Советского Союза, а Львов это, собственно, и есть столица этой самой Западенщины, которая сейчас активно пытается украинизировать Украину. То Черчилль сказал, но Львов ведь никогда не был русским городом, на что Сталин ему ответил, а Варшава была. И Черчилль молчаливо согласился с присоединением Львова. Так вот, да, в составе Украины есть присоединенные в советский период регионы, которые, в общем-то, никогда частью Украины в действительности не были и принадлежали к совсем другому культурному ареалу. Но если Украина сейчас развалится, распадется на юго-восток, восток там и запад, нас это устраивает? Нас это устраивает, но, понимаете, тут я немножко противник разговоров о распаде Украины по банальной причине. Есть такой старый принцип «замахнулся, бей». То есть если Россия ставит себе такую цель, да, что нужно вернуть те русские земли, которые были присоединены большевиками к вот этой вот Украине и в рамках политики украинизации, отторгнутой от исторической России, то это надо делать. Если мы просто об этом разговариваем, это не упрек, естественно, журналистам и экспертам, а упрек, скорее, нашей почтенной власти, то это, в общем-то, ни к чему не приводит. Это приводит только к тому, что те люди, которые на Украине этого хотят, испытывают обманутые ожидания, а наши противники используют это как аргумент против нас, говорят, вот, смотрите, они точат клыки, они хотят расчленить Украину. При этом, если мы будем просто про это говорить и ничего не делать, это, на самом деле, очень плохой ход. Да, Сергей, пожалуйста. Я, честно говоря, хотел просто вот к звонку слушателя и к вашему письму. Уж более оно подготовленное письмо, это для пенсионера. Это первое. Я такие агитки, так сказать, там, ну, в интернете их масса, да, может быть, там частично это и правда, частично это и правда. У нас полторы минуты. Что касается вот этого, так сказать, человека, который говорил, что обывателю, конечно, хочется в Европу. На самом деле, обыватель, а, не понимает, так сказать, что с ним происходит, Б, его используют и В, я только что сказал, подписание с соглашением лишит работы сотни тысяч людей. Вот и будет им Европа. Вот и все. Я понял. У нас практически не осталось времени. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, конечно, да, ситуация вот в том виде, в каком она сейчас существует на Украине, это, конечно, не может нас устраивать. Потому что я так думаю, это мое мнение. Потому что все это действительно чревато уже, там, чуть ли не гражданской войной. Если начнут стрелять друг друга, я думаю, что это обязательно аукнется, и мы обязательно окажемся втянутыми в эту воронку. Надо каким-то образом выходить из этой ситуации, но я не думаю, что господин Янукович сможет из нее выйти. Вы понимаете? Мне кажется, что здесь нужно уже сейчас начинать работать в направлении поиска новых партнеров по диалогу. Я имею в виду Россию и Украину. Нужно уже сейчас пытаться найти каких-то людей, с которыми хотя бы мы можем разговаривать. Я исключаю, естественно, там всех товарищей, там, типа Тигнебока, да. Но вот из тех, кто сегодня присутствует там в протестном поле, нужно кого-то находить и с ними уже выстраивать отношения. Естественно, нужно выстраивать отношения с населением в первую очередь. В первую очередь тех самых областей, про которые мы говорили. Нужно активизировать работу с властями Крыма. Но для начала нужно ситуацию нормализовать. Теперь, значит, результаты голосования. 78% считают, что да, возможно, гражданская война и в итоге распад Украины. И, соответственно, 22% считают, что этот сценарий невозможен. Встречаемся через неделю в этой же студии. Спасибо.